Добрый день, уважаемые коллеги! В двух словах впечатление о только что завершившемся главном событии в рамках нашего совещания. Первое. Сенсаций не было. Чего-то такого неожиданного, по крайней мере для той профессиональной среды, которая собралась в актовом зале МИДа, не прозвучало. И это хорошо. Это хорошо и правильно, поскольку это отражает чрезвычайно важные для нас обстоятельства, для нас, работающих на данном направлении, а именно устойчивость, стабильность, последовательность нашего внешнеполитического курса, который определен президентом и который проводится в жизнь всеми нашими ведомствами и структурами, работающими на внешнеполитическом, внешнеэкономическом настроении, в том числе и прежде всего Министерством иностранных дел. Вот это первое впечатление. А второе, вы знаете, оно уже скорее такое наше в какой-то мере цеховое. Для нашей общности, для дипломатических работников, для руководителей, как мы говорим, российских загранучреждений, очень важно вот так собраться хотя бы раз в два года вместе, почувствовать локоть друг друга, обменяться какими-то своими, своим видением того, что происходит в мире, в наших странах, в наших регионах, посидеть рядом вместе со своими коллегами, работающими в Центральном аппарате, потому что мы здесь, знаете, как персонаж известной оперы «Сегодня ты, а завтра я». Все мы работали, и выступавший передо мной Александр Владимирович Яковенко, и я, и те, кто будет после, работали в Центральном аппарате, а сейчас работаем за рубежом. В то же время наши коллеги, работавшие за границей в наших посольствах, сейчас вернулись и работают здесь. Это для нас тоже очень важно. В этот раз не было никаких конкретных мер, оглашено о, скажем так, социальном положении работников за границей. Это не только дипломаты. Дипломатов, кстати сказать, меньшая часть, большая часть работников наших посольств, это, как мы говорим, административно-технический персонал. Это самые разные люди, в том числе порядка полутора сотен бойцов заслона, которые, в общем-то, без всякого пафоса, рискуя своей жизнью, охраняют, защищают наши загранучреждения в странах со сложной военной политической обстановкой или там, где идет война, а таких стран, к сожалению, немало. Но со стороны президента, и мы очень это ценим, мы, я имею в виду работники вот этого ведомства, в котором мы все находимся, прозвучали слова о заботе о нас, наших семьях, наших близких, о создании нормальных условий для нашей работы, как здесь, в Москве, так и за рубежом, и нормальной достойной жизни. Это тоже дорогого стоит, это для нас чрезвычайно важно. Ну и, наконец, третье. Каждый раз, приезжая сюда, каждые два года, мы обязательно с чем-то сталкиваемся, поскольку есть такое хорошее ученое слово «турбулентность». Вот международная обстановка турбулентна. Я в этой связи, как китаист, всегда вспоминаю фразу из старинного китайского стихотворения. По-китайски она звучит так «Shine your life and my law», а переводится как «Собирается ливень в горах, и вестерень продувается ветром». Эта фраза может быть приложена к современной международной обстановке точно так же, как она, наверное, звучала актуально те полторы тысячи лет назад, когда она была написана. Как бы то ни было, каждый раз мы сталкиваемся с какими-то кризисами, с какими-то новыми поворотами, с какими-то новыми важными событиями. В этот раз, конечно же, таковым стала недавняя встреча президентов Российской Федерации и США в Хельсинки. Не могу сказать, что Владимир Владимирович делился с нами какими-то подробностями, о которых все мы не знаем, но общая его оценка для нас, очень важна, как важны отношения между Соединенными Штатами и Америкой в современном мире для всех нас, для тех стран, в которых мы работаем. Ну и спасибо. Если будут вопросы, буду готов на них ответить. Восприняли итоги встречи Путина с Трампом в Хельсинки? Вы знаете, эти итоги я, к сожалению, вижу не из Пекина, как обычно, а из Москвы. И поэтому докладываю о них не я, а скорее докладывают мне. Но для Китая не было здесь ничего неожиданного, на мой взгляд. Это во-первых. А во-вторых, Китай, вся политическая, внешнеполитическая философия Китая нацелена на неконфликтность, на поиск развязок тех сложных ситуаций, которые существуют в современном мире. В Китае отнюдь не рады тому обстоятельству, что между Россией, с одной стороны, и Соединенными Штатами отношения осложнились до такой, я бы сказал, опасной черты. Потому что это опасная черта не для нас, это опасная черта для всех. Так что, насколько я знаю, это, к сожалению, поверхностная реакция, но она, в общем-то, сугубо позитивная. Ибо в Китае верят, если есть возможность продвинуться вперед, если есть возможность двигаться от худшего к лучшему, это надо приветствовать. Кристина Джулиано, Панорама. Я хотела вас спросить, вы очень опытный посоль, какой секрет успеха внешней политикой России, которая действительно доказала свои успехи в последние времена и в Хельсинки, несмотря на трудности и несмотря на турбулентности? Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что главный залог успеха и причина, ну, я бы не стал употреблять, может быть, слово «успех», оно такое, знаете, ко многу обязывающее. Я бы говорил о позитивном развитии и позитивном влиянии на современную международную обстановку. Так вот, в этом отношении, мне кажется, главный фактор позитивного развития нашей внешней политики – это то, что она, в принципе, есть. У нас есть, у нашей страны, внешнеполитическая линия, линия поведения, есть критерии определения этой линии, есть цели, к которым мы стремимся, и мы их последовательно пытаемся добиваться. Это трудно. Тут бывают и, в общем, и поражения, и победы, как говорится. Нельзя отрекаться ни от того, ни от другого. Бывают трудности. Иногда приходится долго и упорно добиваться от партнеров взаимопонимания, как мы это делаем в отношении целого ряда известных международных кризисов, не буду перечислять. Но все-таки мы движемся вперед. Мы убеждены в правильности нашей внешнеполитической линии. И это дает свой результат. В то же время у некоторых наших партнеров я предпочитаю использовать это слово применительно ко всем, с кем мы имеем дело, вокруг нас. У некоторых наших партнеров, к сожалению, внешнеполитическая стратегия, не побоюсь этой оценки, не выстроена. Если, конечно, не считать таковой претензии к глобальному доминированию во всем, всегда и везде. Это ведь недостижимо. Недостижимо просто по определению. Мы это хорошо понимаем. Поэтому еще раз. Наша страна, Российская Федерация, и та страна, в которой я представляю Россию, Китайская Народная Республика, это факторы стабильности современного мира, современной международной обстановки. А наша общая работа с китайскими партнерами, с китайскими коллегами, она не удваивает результаты, а скорее их учетверяет, потому что это, как говорится, один плюс один не два, а больше, чем два. И это тоже важный фактор современной мировой политики. И результативности, вот давайте так назовем, результативности нашей линии. С трудом, с большим трудом, но правда пробивает себе дорогу. Мы это видим, и это вызывает удовлетворение. Спасибо. Да, китайская сторона это подтвердила. Устами самого же председателя Си Цзиньпина. Об этом было сказано после российско-китайского саммита 8-9 июня этого года в Китае. И более того, мы ожидаем председателя Си Цзиньпина в качестве главного гостя этого мероприятия. В свою очередь, насколько я знаю, в предварительном порядке, помимо весьма внушительной делегации руководителей различных ведомств китайских, там предполагается высадить немалый десант представителей китайского делового мира. Для нас это чрезвычайно важно. Честно говоря, меня беспокоит, знаете, что в этой связи? А хватит ли гостиниц в Владивостоке для китайского десанта? Хотелось бы, чтобы хватило. Коллеги, тогда все. Как говорят в Китае, сессия. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .